Прошло время, и мы с вами здесь, и мы с вами снова будем обращаться к Господу. И снова мы будем ждать Его благословения для каждого отдельности из нас. Я думаю, что у нас есть все нужды, с которыми мы пришли. У нас есть проблемы, у нас есть вопросы, на которые мы ждем ответа. И я хотел бы, чтобы сегодня это собрание было благословением для каждого приходящего. Чтобы сегодня на этом собрании мы получили ответы, может быть, на наши нужды, на наши вопросы, которые мы с вами имеем. Перед началом нашего благослужения я хотел бы, чтобы мы все с вами сказали, слава Богу, что мы здесь. Что Бог дал нам это время, что Бог дал нам эту возможность. И мы сегодня с вами можем присутствовать здесь, где мы можем слышать о том, что Бог хочет сказать нам. Я читаю место, и мы будем с вами молиться и просить благословения. «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему». Плач Еремия, 3 глава, 21 стишок. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мне исчезли, ибо милосердие его не истощилося. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. По милости Его мы не исчезли. Велика верность Господа». Мы бываем неверны, но Бог верный, слава Ему. Давайте мы встанем для молитвы и благословим имя Господа, и попросим Его присутствия и благословения, и помазания Духа Святого на всех говорящих слове. Пусть имя Господне прославится, и Он даст нам то, что мы сегодня хотим от Него. Пусть имя Господне прославится, и Он даст нам то, что мы сегодня хотим от Него. Пусть имя Господне прославится, и Он даст нам то, что мы сегодня хотим от Него. Пусть имя Господне прославится, и Он даст нам то, что мы сегодня хотим от Него. Субтитры подогнали Симон. 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 Верю, что Он здесь сейчас, Духом Своим святым. Он касается наших сердец. Он производит работу. Он производит тот плод, который хочет видеть в нашем сердце. И я верю, что мы здесь сидим не просто так. Слава Господу! Так, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. Но я истинно говорю вам лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидит меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. До сего места я хочу сделать акцент моего слова на том слове, что мы не можем вместить. Вы знаете, какие-то немного странные слова говорит Господь. Он обращается к своим ученикам, к своим друзьям, и он говорит о будущем. Он как-то вкратце и как-то емко говорит, что произойдет или что должно произойти, причины того или этого. Но в конце он говорит, вы не можете вместить. Меня это внутри, внутри моего сердца, меня это задело, потому что мне немного, как бы, это ущемляет мое, мое личное я. Потому что я думаю, ну почему, Господи, я не могу вместить. Если бы я там был, я думаю, он мне тоже так сказал. Может быть, я вместил бы меньше, чем все ученики. То есть я имею в виду к тому, что я понимаю, что Господь дал нам какие-то пределы, какую-то ограниченность, какую-то определенную емкость, которую мы можем получить от Него. Или наши способности, которые в Господе, они как-то вот ограничены. И я считаю, что это как-то немного обидно. Обидно, но в этом и в этом мы можем расти, в Духе Святом, потому что Господь говорит непросто. Каждое слово Господа и каждая буква Его, и каждая йота, она неспроста написана в этой святой книге. И мы должны понимать, для того, чтобы понять некоторые вещи, мы должны углубиться и искать, почему же Господь говорил об этом. Итак, в Евангелии от Иоанна, 21 главе 25 стиха, написано следующее. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подобно, то думаю, подробно, то думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». И написано «Аминь». Вы знаете, всему миру нельзя было бы вместить Его величие. Мы сейчас пели о величии Господа. И каждый из нас не в состоянии вместить всего Бога в свое сердце, в свою жизнь. Мы должны стремиться раздвигать наши сосуды, наши стенки наших возможностей, для того, чтобы Он сидел на троне сердца нашего. И вот написано 2 Тимофею 2 глава 20 стих. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и не одни в почетном, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Мы видим, апостол Павел говорит, сравнивает нас, людей, с определенными сосудами, с определенной емкостью. И он говорит о том, что мы должны пребывать в Доме Бога, что мы должны служить Ему, что мы должны жить своей духовной жизнью и пребывать не где-то, но в Доме Божьем. И вот мы в книге Ездра 6 глава 5 стих написано. «Да и сосуды Дома Божия золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес с Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в Доме Божьем». Вы знаете, я хочу сказать, что эти сосуды, каждый из нас, каждый из нас это тот сосуд, который Господь хочет, чтобы мы пребывали в Доме Божьем. И я верю, что Бог так или иначе, Он использует нас в своем служении. Даже некоторые могут думать, что что я, я только прихожу, сажусь сзади или спереди или сбоку. Нет, дорогой брат или сестра, ты есть сосуд Божий, и ты должен, и ты должен служить Господу тем даром, который в тебе Господь дал. Второй Коринфянам, четвертая глава, седьмой стих написано. Павел пишет, «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, но не нам». Мне нравится, как Павел рассуждает о своей силе, о силе, которая присутствует в нем. Он не говорит, что это мое, он говорит, что это принадлежит Богу. Он сравнивает свой сосуд с глиняным сосудом. А почему он говорит так? Потому что глиняный сосуд, он очень хрупкий. Его можно разбить или он может треснуть. Это очень такая тонкая связь, тонкая нить, которую мы должны понять. Сам Павел пишет о себе, что все, что он делает, принадлежит не ему лично, но самому Богу. 2 Коринфянам 3.5. Не потому, что мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша написана от Бога. И если бы не Господь Бог, то мы бы не были этими сосудами. И если бы не тот горшечник, который когда-то из глины взял и сотворил это чудо, которое было сделано его руками, каждого из нас, то мы не смогли бы и жить на этой земле. Некоторые говорят, зачем мы живем? Зачем вообще мы живем? Особенно неверующие люди, какой смысл бытия? Да, братья и сестры, смысл бытия в том, чтобы прославить имя Его всей своей жизнью, везде и в каждую минуту. И мы, эти сосуды, в которые Господь вливает этот Дух Святой, не должны быть запечатанными. Мы не должны быть запечатаны от Бога или от какой-то нехорошей ситуации. Нет. Мы всегда должны использовать или нести Духа Святого людям, которые вокруг нас. Людям, которые рядом с нами живут. Людям, которые рядом с нами работают. Людям, которые рядом с нами едят и пьют. Рядом с нами. Но есть и те, которые, конечно, далеко от нас. И слава Господу за то, что у нас есть и это желание, чтобы заботиться или нести Слово и другим людям. И вот я еще раз говорю о том, что мы – это сосуды, которые Господь хочет видеть нас. Написано в Иерусалимском храме. Я говорю образно. Евангелие от… не Евангелие, а послание Ефесянам, 4 глава. Четвертая глава, 7 стиха. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». Мне нравится вот это слово «мера». Вот если его опустить, то меняется все. Но написано это слово от слова «мера». «Посему и сказано, Вайшет на высоту пленил плен и дал дары человекам, а вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Не сшедший он же и есть, в отшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия и мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцы, колеблющиеся и увлекающимися всякими ветромечения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть Глава Христос. Слава Ему за это! Господь желает, чтобы мы не просто были сосудами, в которые Он вливает Свою благодать и Свою милость, и вливает Духа Своего, а Он желает, чтобы мы были использованы в этом служении. Он хочет, чтобы наши сосуды не лежали где-то на дальних полках, или на дальних там в подвалах, или на крышах, или в чердаках. Он желает, чтобы каждый сосуд в Его доме приносил добрый плод. Он желает, чтобы каждый из нас ревновал о том, чтобы мы прежде всего дорожили тем, что сделал для нас Господь. А что сделал для нас Господь? Он спас каждого из нас. Ценой своей святой крови, крови непростого человека, но Сына Божьего, Он взял на Себя все наши грехи, все наши проклятия, все наши болезни, и добровольно пошел на крест. Слава Господу за это. Я хочу призвать к молитве, к тому, чтобы мы сейчас помолились о том, чтобы наша церковь прежде всего служила Господу Богу. Служила Господу Богу не нашим пониманием, видением, а Его, чтобы мы видели волю Божию в нашей церкви, чтобы мы дорожили тем, как Господь говорил, «Отче, не моя да будет воля, но Твоя». И я ревную о том, чтобы каждый из нас прежде всего понимал, что мы должны творить волю не свою, но Божью. А Божья воля, она в Его великом поручении. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Нести этот свет, свет веры, свет спасения для людей, которые живут во тьме, а не здесь, рядом, через дорогу. Нести этот свет, который будет изменять не только их, но еще и нас. Чтобы наши сосуды не были закупорены печатью, я не буду называть, но чтобы мы несли, наши сосуды были открыты для служения Господу. Давайте помолимся. Благодарю вас volunteered. Благодарю вас. Благодарю васarta. Субтитры подогнал «Король за с tung izin» Зназиран Крестеминский, Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Псалом, который мы желаем спеть, мы просто хотим ободрить вас этим псалмом. Здесь такие слова идут. Это ободрение человека, который идет в путь через горы, через долины и очень устал на пути. И как часто, знаете, мы устаем на пути, правда? Бывают трудности, переживания, скорби, бывают какие-то несбывшиеся надежды. И мы устаем и начинаем опускать руки. И мы хотим ободрить вас, сказать, ну, еще одна гора, еще одна долина. Впереди нас ждет рай, впереди нас ждет победа. Чтобы вы ободрились. И вы знаете, может быть, не все могут, как наши братья и сестры, которые поедут на миссию, не все могут пойти на миссию, не все могут куда-то пойти. Но каждый из нас может с верою помолиться о тех, которые могут пойти. Пускай Господь благословит каждого из нас, чтобы мы участвовали с верою, что наша молитва может сделать великое дело. Да благословит вас Господь! Благодарю! 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 Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь! Слава Ему! И Бог сегодня желает иметь с нами общение. Я, как предисловие к своей проповеди, напомню одно место. Это я еще раз говорю, это будет предисловие. Это не будет основная тема, это будет предисловие. Это в книге Параллипоменона написано об одном царе Асе. Царь Аса был очень благочестивый царь в начале. И случилось так, что подступили ефиопляне. Эфиопия никогда с Израилем не воевала. Это та страна, которая была далеко. И это та страна, которую Бог сказал, их не изгоняйте. Она не была в числе тех народов, амаликитян, муавитян и прочих филистимлян, которых Бог сказал, изгоните. Но тут ефиопляне пришли воевать с Израилем. И в таком количестве, как написано, как песку морского, как звезд на небе, Аса очень испугался. И часто брат Гриша читает это место. Но перед тем я прочитаю молитву Асы, которую он помолился. А дальше с 15-го я немножко прочитаю. Брат Гриша на память все это, слава Богу. А я прочитаю. И возвал Гаса к Господу, 14 глава, 11 стих, Богу своему и сказал, Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего, Господи. Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек. И Бог ответил на молитву. И разбили евреи, вернее Бог разбил эфиоплян так, что три дня евреи носили то, что было там. Три дня они переносили то имущество, то богатство, которое было. И когда третий день последний они уже переносили, вышел пророк к Асе и говорит, тогда на Азарию, сына Адедова, сошел Дух Божий, и вышел он навстречу Асе и сказал ему, послушайте меня, Аса и весь Иуда, и Вениамин. Аса, Иуда и Вениамин. Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истину, и без священника учащего, без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу Израилю, и взыщет его, и он даст найти себя. В те дни, в те времена не будет мира ни входящему, ни выходящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земли. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение великими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевает руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. На две части было разбитое. Вы будете слушать, а потом все будет со всей землей, с Израилем и всеми людьми. И я задаю вопрос. Господи, а если бы сегодня вот такое пророчество, вот такое слово было сказано, не Израилю, а церкви? Бог с вами, когда вы с ним. И мы задумались бы, правильно, правильно, правильно. Господи, в этом мы полностью с тобой согласны. Если мы будем с тобой, у нас церковь будет вдохновленная, церковь будет сильная, она будет, Вадима, Духом Святым, она будет четко отличать одно от другого. Второе. Вот то-то и то-то будет с землею и с народом. Ну, Господи, это же не ново. У нас есть Писание, у нас есть Слово Божие, у нас есть книга Откровения, и мы все знаем, что будет. И с этим мы тоже, Господи, согласны. Но порой переменить себя в сторону Бога людям очень тяжело, тем более народу Божьему и церкви, чтобы поверить, чтобы принять, чтобы иметь страх Божий на земле. И я желаю сегодня проповедовать на книгу Откровения, а именно из послания к семи церквям, которые Бог говорит, взять две церкви. Первую, Фессалоникийскую, брат уже сегодня говорил, и последнюю, Ладыкийскую. Две церкви взять из того, что Иисус Христос говорил. Я хочу открыть вначале первую главу Откровения с 10 стиха вам высветят, и мы прочитаем вместе. 10 и 11 стих. Я был в духе, Иоанн пишет о себе, в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Асии, Асия, Асия, определенная территория, и на этой территории семь церквей. Одну из них мы знаем, это Ефесская церковь, остальные послания к таким церквям нету. Одни говорят, они были уже после того, как апостол Павел, возможно, это открылись новые церкви, после того, как апостол Павел писал послания остальным церквям. Читаю. 11 стих. Что видишь, напиши в книгу, и пошли церквям, находящимся в Асии, в Эфесс, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Ладыкию. Семь церквей. К этим семи церквям, ну, я читал много высказываний таких, что это послание, оно относилось конкретно к тем церквям, которые были на той территории, и это характеристика именно тех церквей. Возможно, я не буду спорить. Другие говорят, нет. Это, вот если взять циферблат часов, часы обыкновенные, вот мои часы, есть стрелка и есть циферблат. И если этот циферблат, вот на сектора, на семь секторов разбить, циферблат разбивается на семь секторов, и стрелка двигается. вот сначала церковь Ефесская. И потом дальше, и дальше. То есть времена, то есть время, время приходит начало от Ефесской церкви и заканчивается период церкви Лоадыкийской. Возможно, возможно и так. И это надо взять во внимание. Я еще такое мнение слышал, что это церкви, каждая церковь имеет свое отношение или к Ефесской, вот наша, допустим, мы себе избрали, ну, не Лоадыкийскую, ну, допустим, мы избрали себе церковь в Пергаме, или выбрали себе такую. И вот каждая церковь относится к такой-то такой-то церкви характеристики. Но давайте мы немножко разберемся сами. Давайте мы прочитаем послание, первое послание к Ефесской церкви. Что здесь хорошего? Что, о чем Бог сегодня Иисус Христос через Иоанна Духом Святым хвалит церковь? И что он говорит тут? Вот неправильно, вот нехорошо. Вот это вам нужно исправить, вам нужно покаяться в этом и творить прежние дела. Читаю Ангелу Эфесской церкви. Вторая глава книга Откровения с первого стиха. Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Это о себе. Это величие Божие. Это Иисус Христос во славе. Дальше. Знаю дела твои и труд твой и терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжецы. Кто это определил? Церковь. Водимая Духом Святым определила, что апостолы не таковы. Как мы можем так сказать? Нам это тяжело. К нам приезжают братья и говорят вот сделайте так и так и так и так этих отделите этих уберите этих кто что-то братья в том разобрались, что-то тут не так. Или другое. Приезжает человек, играет нам, говорит, я апостол, играет нам на баяне, поет нам про козликов, какие-то смешки, какое-то смехотворство и уезжает. Мы тоже не можем определить, что же это за апостол такой, который приехал сюда, поехал где-то еще куда-то, а церковь в Эфесе, она определила точно, что они и что Иисус Христос похвалил их за это, что Дух Святой есть в народе Божьем и в церкви. Братья и сестры, когда братья впереди сидят и говорят тому, кто нам приехал, брат, уже хватит, уже время, это не время виновата, это то, что брат начинает от духовного переходить уже на свое Я и как-то выставить себя, и это уже понятно, это уже определяют братья, церковь, говори, брат, еще можно, еще время есть, послушайте, давайте будем слушать Духа Святого и Бог определять, и если мы поставим какие-то рамки, что здесь и в Англии проповедуется, я еду в машине, у меня радио настроено на христианскую программу, и там я по-английски не все понимаю, но то, что проповедник проповедует и вся церковь, ага, прошло время опять, ага, смеются, такой смех, вы понимаете, что спасение и жизнь вечная это не шутка, Иисус Христос в Евангелии от Луки говорит, вспоминайте жену Лотову, очень верное слово, а я бы еще к этому добавил, вспоминайте зятей Лотовых, вспоминайте зятей Лотовых, почему они соблазнились, почему они не поверили, потому что подумали, что Лот шутит, а спасение это не шутка, спасение это наша жизнь, это наши ближние, это наши дети, это наши внуки, это наши соседи, я вспоминаю, что мы знаем о Ефесской Церкви, мы знаем то, деяние, когда мы читаем Деяния Святых Апостолов, я немножко пройдусь по Ефесской Церкви, Деяния Святых Апостолов, мы знаем то, что первыми христианами там были Акила и Прескила, Акила и Прескила пришли в Ефес и организовали домашнюю свою церковь, и там уже Павел, когда приходил, уже ему было куда возможность прийти, еще мы говорим, что было послание апостола Павла очень прекрасное послание к Ефесской Церкви, и это тоже благословение, то, что Аполлос пришел именно в Ефес, именно Кокили и Прескили, они его поправили его учение и отправили его в Коринф, это мы знаем, вот такие положительные моменты, и не очень хороший момент, когда апостол Павел пришел, и там еще что, была синагога, вот, вот я хотел бы эту параллель еще провести, в Ефесской Церкви была и Церковь Иисуса Христа, то есть, где проповедовал Павел, где проповедь звучала Иван Илья, но он вначале вошел к Иудеям, в синагогу, и стал проповедовать там, и его там не приняли, и что делает апостол Павел, отделяет учеников, идет к, напомните мне, к Тирану, да, в училище к Тирану, и там начинает проводить свое служение, то есть, уже параллельно получилось, ну, две церкви, две церкви, второе, там была, был храм Артемиды Эфеской, и когда апостол Павел стал проповедовать Иисуса Христа, против него воздвигли сильное гонение, даже до того, что одно из служителей там побили, я задаю вопрос, а почему же из синагоги никого не побили, почему же одного Бога проповедуют, как бы, но одни получаются в гонении, а другие, ну, нормально живут. Нам сказано, что истинная церковь всегда будет гонима, и поэтому узнаете вы истинную церковь. Вы пошли проповедовать, молодежь, вы пошли проповедовать Ивангелие? Кому из остальных церквей дали по рукам или кого изгнали? Вот давайте мы выбирать, братья, кто мы такие, кто из нас? Конечно, нам хотелось бы выбрать из этого семи церквей самую лучшую и сказать, давайте мы войдем в ваше общество, но Иисус Христос ставит характеристику нам сам, и Он выбирает, где мы сегодня. ты много переносил, имеешь терпение, третий стих, и для имени моего трудился и не измогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. вот то, что было хорошее в Ефесской церкви, так много и страданий, и всего, Иисус Христос говорит, а вот то, что плохо в тебя, вот то, что нужно исправить, вот то, что сегодня я говорю вам, то, что ты утратил, оставил, тут не просто утратил, но имею против тебя то, что ты оставил, значит, до определенного времени она была, а потом начинала потихоньку угасать эта первая любовь Ефесской церкви. Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которых я ненавижу. И в конце, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквям. Побеждающему дам кушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия. Вот такое приятное, приятное Ефесская церковь, читаешь послание к Ефесской церкви, оно боговдухновенное, оно духовное, и из многих физических, телесных, того, что нам нужно на этой земле, Павел переводит в духовную часть и учит этому Ефесскую церковь. Сегодня, как такового города Ефесса нету, он был портовый город, и море отошло от этого города, и он перестал быть портовым, и люди ушли оттуда, и поселились немного дальше, ничего сегодня с этого нету. Но то осталось, что было в этой церкви, оно сегодня передается другим церквям, сегодня передается современной церкви, и мы можем как-то держать ориентир, как в детской какой-то книжке, что такое хорошо, и что плохо, и в этом мы можем видеть, как нам идти. Я не буду перечитывать все семь церквей, хотя это поучительно, важно, но я хотел бы последнюю Лаадыкийскую церковь, и как бы сравнение, как бы параллель между Эфеской и между Лаадыкийской церковью провести. Что там Бог сказал хорошее об этой церкви, и что Он сказал там негативное об этой церкви, что этой церкви нужно исправить, может это нам сегодня поможет, в чем-то мы найдем для себя ответ в этом. Давайте вместе прочитаем. Это третья книга, третья глава книги Откровения с 14 стиха читаю, и мы вместе давайте вникать. Ангелу Лаадыкийской церкви напиши, так говорит Аминь. Как вы думаете, что означает слово Аминь? В переводе да, истина так, нету другого какого-то мнения, если это Аминь и сказано это от Бога Аминь, значит по-другому это уже быть не может, это истина так. Так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Хотя каждой церкви тут это слово стоит. Ты не холоден, не горяч, а если ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то изверну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, инах. Несчастен, жалок, нищ, слеп, инах. Пять отрицательных таких положений, пять таких пунктов отрицательных сказано в этой чеке. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была стромота ноготы твоей, и глазную мазю помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен, покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною, побеждающему даст семь сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквям. Дух говорит сегодня церквям, сегодня церкви Божьей. Что тут положительного сказано о ладокийской церкви? Ничего. Но Бог Иисус Христос любит эту церковь и говорит, что ей нужно сделать, нужно купить, нужно ценности какие-то изменить. Ты богат, разбогател. Посмотрите на сегодня евангелистов. нужно к нам я еще был на Украине к нам приезжали и говорили надо собрать побольше давайте ваш большая церковь давайте соберем из других церквей. Ну просто этим людям нужно сделать сбор. Вы понимаете, что нужно им сделать сбор с других с баптистов с других приедет с Америки евангелист разбогател. Большинство церквей сегодня на первом месте стоит а какой сбор в церкви? Какой на сегодняшний день сбор это поднимает нас это возвышает нас? Мы хотим как много храмов построили в таком великом мраморе я не буду говорить о конфессиях но живого Бога там нет но величие вот это все картины и прочее прочее есть это помогает людям приблизиться к Богу однажды я слышал мы замечание сделали одной сестре да мы построили Сережа видел и другие кто был такой величественный молитвенный дом и вот как она приглашает своих подруг приходите вы увидите какая у нас церковь у нас на два на три этажа у нас и есть и то и в нас и то и то есть некоторые люди просто приходят для чего посмотреть им уже не важно о чем там говорится им главное пройти пройти с первого второго на второй этаж посмотреть там поахкать поохкать и с этим уйти вот все что получили люди аисус христос сегодня хочет чтобы слово коснулось человек чтобы евангелие благодати веры в божьего сына изменили жизнь не церковь меняет жизнь не церковь дает спасение аисус христос который умер за наши грехи аллилуйя слава ему и советую тебе купить у меня золото огнем очищенное вот оно вот оно за это золото оно такой огонь прошло это золото у нас брат поехал на западную Украину там его жена оттуда Павел его зовут он там покаялся принял иисуса христа и знаете какая первая ревность любовь такая ему как молодому брату как некогда такому ну как в мире говорят сильно шустрому предложили ты бы не мог бы через речку переплыть на ту сторону там тебе дадут груз и обратно привезти Библии да чё ж нет я согласен и вот он перевозил с Румынии на западную Украину там где-то братья знают где там есть такое через речку всего лишь и его однажды поймали поймали за это уже приговор хотели судить но поскольку в него уже было много детей как-то как-то ему это всё простили но для того чтобы Евангелие было люди страдали люди переписывали люди прятали люди делали всё для того чтобы это золото огнём очищенное оно было драгоценное для нас всех и мы не ложили его на полку и когда будет время я потом открою и потом почитаю а для чем читать сейчас уже много много в компьютере уже можно оттуда что-то взять уже можно взять толкование оттуда и каждый толкует как он разумеет на свой лад я могу так принять потому что это выгодно мне а могу так принять потому что это соответствует моей жизни и моему положению в котором я нахожусь а можно прочитать задуматься и дух святой поможет нам определиться в какой мы ситуации в какой мы стадии и бог даст нам разумение своего пути даст нам разумение что мы церковь что мы самое драгоценное которое есть на земле и бог сегодня любит церковь не землю не все то что там есть и нефть и прочее за что люди сегодня ведут войны за что люди сегодня стараются обогатиться этим богатством а церковь это самая большая драгоценность самая большая жемчужина невеста Иисуса Христа за который он придет и мне бы мне бы очень хотелось чтобы мы открывали свои сердца чтобы мы обращались к Богу чтобы мы исполнялись святым духом и были водимым им и знали какая мы сегодня церковь эфесская ладыкийская или другая какая или церковь Суламита которая любит Иисуса Христа которая верит в Него и которая смотрит в небо Господи не все у нас хорошо не все мы такие как должны быть но мы стремимся к тому Боже чтобы Ты нас исправил чтобы нам встретиться с Тобой на облаках чтобы нам прославить Тебя чтобы нам быть достойными войти воротами в Царство Небесное а Ты помоги нам а Ты вини веди нас и пусть Тебе за все будет хвала Отец Сын и Дух Святой Аминь Христия Аминь Мессия тext детств Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо Добавил DimaTorzok 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 В общем-то, мы будем там что-то тянуть, толкать. И ослы, конечно, это такое не очень завидное животное, хотя очень много может тащить. Я помню, в детстве еще у нас мостик был через речку, и дедушка один он зарабатывал тем, что дровишки возил. Ну, один раз у него и шаг заглох возле моста. Ну, вот у него что-то не понравился ему мост и все. И он его и бил, и толкал бесполезно. Потянул его назад, через воду прошел, все провез, дровишки, и поехал я. Бывая мы тоже упрямые. Я скажу, что молодежь наша, которая с нами ездила, они в основном все жалеют, говорят, мы бы хотели тоже. Братья и сестры, мы много чего не можем. Мы, наверное, больше не можем, чем можем. Но Господь, Он все может. И поэтому мы бы хотели, чтобы вы просто на своих календариках, на холодильниках повесили такой яркий большой стыкер с утра до вечера, чтобы, когда вы возжаждете или проголодаетесь, вы видели, что надо молиться. Надо молиться. Перечисляйте, имена запишите, запомните. Молитесь о нас. Мы нуждаемся не просто только донести туда, до детей слово. Мы нуждаемся, чтобы это слово в нас работало. О том, чего сегодня брат Владимир говорил, другие братья. Брат Николай начинал с самого начала. Что нужно милость. Нужно... Ну вот, если бы не Господь, если бы не Его действия, мы бы ничего не могли. Вы блаженны, что вы посылаете. Вы собирали, вы будете молиться, вы будете поливать это слезами. И это уже третья поездка на Украину молодежи. Слава Богу. Не так давно наша церковь здесь организовалась, и уже третья поездка. У нас есть и Юля, также Колодченко с нами едет. Напишите ее имя на свой холодильничек. Она, кстати, будет выходить замуж. У нее жених оттуда. Она съездила первый раз на миссию. И там у нее появился человек, которого она полюбила, он ее полюбил. И это будет семья. Где они жить, я ничего еще не знаю. Но вы узнаете попозже. Но молитесь за нее. Она очень много потрудилась для этой поездки тоже. Она с программами работала. Она очень серьезный труженик. Поэтому мы очень рады, что она с нами тоже едет. Чтобы Господь ее благословил. И мы хотим, чтобы вы молились за нас. И сейчас помолитесь за нас. Чтобы мы могли там при всех встречах. И со взрослыми, и с детьми. С детьми тоже непросто. В прошлый раз мы много делились, рассказывали, что дети разные. Дети сложные есть, проблемные. Дети из семей, где непорядок. Не просто непорядок, а просто беда. И поэтому, если Господь пойдет, Он все может. И это на то, на что мы рассчитываем. Что пойдет с нами Господь. Пойдет впереди нас. Пойдет впереди нас. Вот как Давиду говорил, вот пошел Господь, идите. И мы хотим так, чтобы мы просто видели, что Господь пошел. И шли. Чтобы мы могли заметить детей, заметить взрослых. С кем поговорить. Кому благовествовать Евангелие. Чтобы мы жизнью своей, поведением, прошлые поездки были хорошие свидетельства. Что наша молодежь была хорошим примером. Хотелось бы, чтобы мы тоже в сердце были настроены так, чтобы и этот раз был. И для верующих, как Писание говорит, будь образцом для верных. И для неверующих. Поэтому благословите нас. Помолитесь нас. Вы уже блаженны, что вы нас посылаете. Так слово говорит. Блаженны вы, что посылаете. И поэтому мы просто просим. Братья, дорогие служители. Вы благословите нас. Помолитесь. Я почитаю один стих Писания. Мне хочется напомнить всем нашим миссионерам. Это написано в 21 главе книги Откровения, 27 стих. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Дорогие наши друзья, молодые миссионеры, вы поедете в дальнюю дорогу, в далекий путь. Вы будете проповедовать Слово Божие. Желание наше, чтобы вы проповедовали Слово Божие так, чтобы Слово Божие исполнилось на многих-многих людях, которым вы будете проповедовать Слово Божие. Чтобы многих Господь через вашу проповедь смог записать в книгу жизни. Скажите Аминь, друзья. Чтобы это было не просто наигранное Евангелие, но Евангелие жизни. Покажите Христа и привезите Его с Америки на Украину и покажите Его, какой Он на самом деле. Давайте встанем на ноги, брат Миша совершит молитву. И мы помолимся за миссионеров. Брат Миша. Многим людям это имя ни о чем не говорит, и в одном ряду с другими как история звучит, как забытое предание про Учителя Христа, пусть земные воски тани кровь Голоковского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, и душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный свет Его лица, Ноги люди, а мета имя только имя мудрится. Иисуса, имя исти тех, Иисуса имя, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нищие духом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Друзья, это не значит, что царство будет только там. Я бы сегодня хотел особое ударение сделать, что нищета духа, которая держит человека в Царстве Божьем, в присутствии Господа. Вот посмотрите на нищего человека. Нищий человек, у него что-то есть или нет? Он просто бедный или что-то хуже, чем просто бедный? Хуже, да? То есть у бедного есть. Я вот на днях даже вспоминал, и бедный, и Писание говорит, что много хлеба бывает на Ниве бедных. То есть бедный он, ну у него есть какие-то недостатки его. Или это может быть физически, или хуже того, как в данной ситуации, но все гибнет от беспорядка. Много хлеба бывает на Ниве бедных, но все гибнет. То есть разные причины есть от того, почему он бедный. Но у него все-таки что-то есть. Он бедный. Но нищий. Апостол Павел, помните, говорит, мы нищие. Мы нищие. Мы нищие. Но... Брат напоминает. Но мы многих обогащаем. Интересная нищета. И еще там какие-то еще фразы есть. Мы нищие, но... Мы ничего не имеем, вернее, говорит, но всем обладаем. Вообще это совсем другая категория нищеты. Нищий человек ничего не имеет. В современном мире все перевернулось. Хотя оно, наверное, было и раньше, эти все превратности судьбы. Но попробуйте вы где-нибудь в Москве или в Киеве, или в каком-то другом большом городе, самое такое людное место, попробуйте вы там, какой бы вы нищий ни были, сядьте там с шапочкой или с сумочкой. Вас быстренько выдворят оттуда. Или хуже того, вынесут, или еще что-нибудь хуже будет. Потому что это очень нужные места, хорошие места. Есть структуры такие преступные, которые контролируют всех этих нищих, и они там какой-то процент им остается, остальное они собирают. Это огромные, колоссальные деньги идут. Я когда-то говорил вам, мы в Италии в одном месте проходили, там красивая аллея перед храмами, и нищий лежит весь накрытый, и руки только держит. И мы прошли мимо, и Таня мне говорит, молодой парень сидит. Ей как художнику легко было определить, она сразу на руки глянула. Молодой парень сидит. А я подумал, нищий, я бы и положил бы что-то. Она говорит, нет, парень сидит. Парень на работе, он не нищий, он на работе сидит. Людное место, его туда сажают, его заставляют. Он сдает свою мзду, огромный там процент отдает, что-то себе оставляет. И нищие, они не всегда нищие, потому что они выбрали быть нищими, или обстоятельства так сложились. Есть, вернее, обстоятельства, есть люди выбирают нищету. Так вот, в духовном плане, это другого рода. Это совершенно другого рода. Вот Давид говорит, что тебя от ранней зари ищу я. Кажется, ну, Давид, ты царь. Да тебе через войско там трое сильных мужей пробились до колодца воды принести, которую он вылил во славу Господа. Не стал пить. Ты, у тебя все условия для комфортной, нормальной жизни. Да, солдаты страдают. Да, помните, Урия говорил, там и Афы, и все войны в шатрах, а я здесь буду дома спать. То есть, они понимали, что да, это много, так сказать, утрат, и много чего они теряют. Но нищий человек духовно, он понимает, вот почему Писание и говорит, «И таковых есть Царство Божие». То есть, эти люди полностью зависимы от кого, друзья? От Бога. Сбережений нет. То есть, не то, что там их физических нет. Нет, в духовном плане он понимает, я не могу. Помните, когда люди в пустыне, они думали, мы сейчас манны соберем на два дня. Ну, why not? Ну, много ее, много. Ну, быстро, мы очень быстро соберем. Мы уже натренировались. А может, кто-то машинку сделал такую? Я бы, наверное, сделал машинку, я изобретатель. Жена говорит, тебя что не заставь, ты сразу выдумываешь что-то. Ну, что не попроси сделать, ты какую-то машинку выдумываешь. Ну, наверное, и там были умные люди, которые, ну, а на два дня нельзя собрать. Все пропадало. Все пропадало. И надо было снова идти с утра и снова собирать. Нельзя было. И Писание говорит, что, в принципе, оно все сохранилось. Вот брат читал, а я эти церкви просматривал и особенно смотрел две особые церкви. Помните, была церковь Смирнская и церковь Филадельфийская. Две особенные такие церкви. Простите, братья, время у нас ушло. Я сейчас быстренько закруглюсь со своим словом. Смирнская церкви говорит, знаю твои дела и перечисляет и скорбь, и нищету. И дальше что говорит? Впрочем, ты богат. Как хорошо услышать это от Господа. Или как хорошо это переживать в духе, понимая свое ничтожество или нищету, эту зависимость, полную зависимость от подаяния. Если брат читал в самом начале, открывал, по милости Господа. Ну, мы же не всегда так вспоминаем. Мы же не всегда проснувшись вспоминаем. Люди сразу суета, заботы, кому надо быстро кофе, кому надо еще что-то, чтобы как-то адаптироваться к новому дню. А кто-то, прооткрыв глаза, говорит, по милости Господа, мы не исчезли. А Давид, пробудившись в пещере, там в горах, говорит, Господи, тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя. Впрочем, ты богат. Вот такой человек богат. Впрочем, ты богат. Смирнская церковь пишет. И Филадельфийская церковь. Это две церкви, которые, братья, даже города остались. И Смирная, и Филадельфия, города остались. Ни Ефеса нет. Никаких городов нет. Всех вот этих красивых, хороших нет. Одни руины. А Смирная и Филадельфия остались даже города. Почему Бог говорил, сдвину светильник? Вообще с городом сдвинул. Остались только два этих места. И Филадельфийская церковь говорит, так говорят святые истины, имеющие ключ Давидов. Тоже интересно. Я смотрел для себя. Вы не задавались вопросом? Оказывается, есть ключ Давидов. Такой секретный, такой золотой ключик какой-то. И вы знаете, я удивился, что Христос фарисеям говорил, вы взяли ключ разумения. И так им попользовались, что и сами не зашли, и других не пустили. Тоже своеобразный подход. А он здесь говорит, есть тот, который имеет ключ, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил при тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы. Опять такое слабое. Там вроде знаю твои дела, все хорошо. Здесь немного имеешь силы. И сохранил слово мое. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое. И не отрекся имени моего. И дальше говорит, и как ты сохранил слово терпения моего. Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Все гряду скоро. Держи, что имеешь. Дабы кто не восхитил венца твоего побеждающего, сделаю столпом в храме Бога моего. И уже не выйдет. Вон, и напишу на нем имя мое. Имя града Бога моего. Удивительно, братья и сестры. Удивительно. Слава Богу. Удивительно. Когда-то Павел писал и говорит, вы уже стали царствовать без нас. Тоже вот такая вот, как у Лаодикийской церкви, которая говорит, я богат. Разбогател. В чем не имею нужды. Когда-то Давид оказался, последний пример расскажу. Уже упоминалось, это в Сикелаге, когда захватили враги и увели родных, сыновей, дочерей, жен, все. Просто все угнали, скот весь угнали и людей забрали. И вот вернулись люди. И попали в такую ситуацию, что ни об одном из 600 людей не написано, что эти люди хоть кто-то сказал. Ну подождите, давайте рассудим. Ну не подводил же Бог нас. Ну давайте что-то делать. Вот разные же бывают голоса, да? Мы разные. Даже дети. Я вот знаю, дети в аварию попадали. Они знают, кому звонить. Папе или маме. Если какая-то другая проблема, они тоже знают. Они знают, здесь лучше маме позвонить. Здесь лучше папе позвонить. То есть они знают, кто разберется лучше и с кем легче это все решать. И так и кажется здесь. Но должны были же люди остановиться и сказать, ну Бог же, Он вот какой. И тем не менее эти люди потихонечку за камнями потянулись. У них вдруг созрел план решить. Они даже Давида хотели камнями побить. И Писание говорит, но Давид укрепился упованием на Бога. Вот, братья и сестры, я не знаю, если кто-то из нас когда-нибудь испытывал такую нищету, такую потерю, такое банкротство, которое пережил в данной ситуации Давид. Кажется, ну все. Все просто рухнуло. Люди, написано, мужи, мужчины плакали столько, что силы не было плакать. И когда они бежали уже, догоняли, укрепившись упованием на Бога, которое слово передалось от Давида, им эти мужи даже поток в Оссорский перейти не могли. Просто в этой кампании были сильные, но 200 человек перейти не могли в поток в Оссорский. Ну настолько ослабевшие люди, и 400 погнались. За кем погнались? За царями, за огромным войском, награвлено. А там они уже, если эти голодные и жаждущие, то те сытые, отдохнувшие, веселые. Но что делает упование на Бога? Оно выше всех этих человеческих сил. Выше всего, что враг выставляет. Выше всего, что иногда он нам показывает, что ты не можешь. Можешь, если ты жаждешь его, если ты от ранней зари ищешь его, если он для тебя действительно жизнь, если он действительно для тебя источник всех сил, если ты выбираешь его как источник воды живой, можно. Верующему все возможно, слава Богу. Да будет Господь благословен. Давайте мы прославим его, помолимся и попросим его, чтобы он дал нам мудрое сердце и разум, чтобы нам быть вот такими нищими духом постоянно, чтобы искать его непрестанно, чтобы он был прославлен нашей жизнью, чтобы мы пребывали в его царстве. Когда ты нищий, ты зависим от него 100%. Скажет он, не скажет, даст покушать, не даст, закроет в колоды. Не так давно читал за одного старца, вот православные в кельях там были, вот в каком-то монастыре, и один старец, молодой, обслуживал его и подал его, и налил ему неправильного масла, какого-то технического, какого-то масла, которое не в пищу, ну, не вкусное, не хорошее. Налил ему в кашу, по ошибке масла. И этот старец все молча скушал. И когда этот молодой увидел, говорит, прости меня, я ошибся, я вообще тебе масло-то, ну, такое налил, техническое неправильно. Он говорит, если бы Господь хотел, чтобы ты мне хорошего масла налил, ты бы мне хорошее налил. А Он просто захотел, чтобы я вот с этим маслом поел кашу. Какая высота, братья и сестры. Как хорошо быть в зависимости Царства Божьего, в нищете, в которой ты в Царстве Божьем живешь. Когда ты можешь сказать, так Господь захотел. И так будет, и да будет имя Его благословенное. Пусть Господь благословит нас. Помолимся, братья и сестры, и воздадим Ему славу. Аминь. Аминь.